Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Ну вот, наконец-то мы и дождались того момента, когда наша сборная команда России по футболу войдет в отборочные игры и не просто попадет на чемпионат мира или Европы, потому что является хозяйкой этого турнира, а пройдет действительно отбор среди лучших команд Европы. Два матча мы уже сыграли и впереди нас ждут самые-самые интересные. А во всем этом ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным, Илья Розенбла. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Давно мы не видели нашу сборную, наверное, с момента чемпионата основания, чемпионата мира, по крайней мере в том боевом настрое, в том виде, в котором мы всегда хотели бы видеть нашу сборную команду России, а не только в товарических играх. У нас прямой эфир, телефоны вы видите на своих экранах, звоните, давайте пообщаемся и совместно, может быть, мы поймем, как наша сборная выглядит после чемпионата мира, учитывая, что состав достаточно кардинально, скажем так, изменился по сравнению с домашним мундиалем. Итак, Евро-20 отборочный турнир, и давайте еще раз вспомним, какие команды в нашей группе играют вместе с нами. Итак, Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марина. Друзья мои, на прошлой передаче мы немножко затронули тему, насколько все-таки тот отбор, который сейчас происходит к Евро-2020, реально, ну не знаю, непроходим. Потому что столько групп, столько команд, мне кажется, вот все, кто может, вот в сети и выйдут, да. Женя, как ты считаешь? Нету ни Германии, ни Испании, ни Италии. Нет, наши группы-то проходимы, это однозначно, что можно. Хотя мы видели, скажем так, сборную нашу, да, если мы будем обсуждать каждый матч, пока мы берем в целом группу, да. Но вот если даже посмотреть, две игры и немножко разные игры были, мне кажется, сборной. С Бельгией одна игра была, с Казахстаном другая игра была. Я думаю, что какая из них сборная настоящая, мы должны еще увидеть это. Мне кажется, трудно судить о том, потому что соперники абсолютно разнополярные. Хотя, с другой стороны, понимаешь, Казахстан тоже обыграл Шотландию. А Шотландия, они тоже не подарок, мне кажется. Согласен. У нас получается, значит, мне вот Кирилл объяснял, что выходит по две команды из группы, да? Две. По две, в регламенте две. Но еще выходят команды, которые участвуют в Кубке Конфедерации. Да, четыре команды. Четыре команды. Но эти команды же играют еще плюс. Получается, значит, какие-то третьи команды войдут. Получается, да. За четыре строчки будут бороться те команды, которые не выйдут через основные группы. То есть, если они займут третье место, получается, то они за счет этого, они все равно проезжают. А если они занимают первое и второе, они проходят, и больше никто не проходит там третье, да, получается? Слушайте, очень интересный регламент, да, у этого Ева. Давайте мы к следующей передаче подготовимся. Тем более ты статистику любишь. Это правда. Я тебе доверяю. Все, договорились. Ну что ж, давайте уже посмотрим результаты матчей, которые у нас образовались. Я еще раз напомню, что прошло два тура. Итак, Казахстан. Самая неожиданная, наверное, победа из всех команд. Казахстан обыграл Шотландию, да и не просто обыграл, а со счетом 3-0. Кипр-Сан-Марина. Тут, наверное, никто ни Америку, ни Кипр точно не открыл. 5-0 абсолютно заслуженно. Шотландия после этого обыграла, значит, да, Сан-Марина 0-2. Кипр проиграл Бельгии 0-2, Бельгия-Россия 3-1 и Казахстан-Россия на выезде нашей сборной обыграла 0-4. Друзья мои, что удивило в первых двух турах? Ну были, я думаю, эти неожиданности. То, что Шотландия проиграла Казахстану, просто особо не то, что проиграла, а проиграла с таким счетом даже. От Шотландии просто не ожидали такой слабой игры в Казахстане. А что сейчас Шотландия вообще себе представляет? Никто не знает. Последние десятилетия, мне кажется, она вообще достаточно опустилась низко во всех и рейтингах, и в игровом плане. Получается, второй тур показал нам, что и Казахстан-то особо ничего не представляет. Что он показал? Гильерме вообще хоть раз ударили ему поворотом за весь матч. На разминке, конечно. Непонятно за счет чего, либо Казахстан такой сильный был в матче с Шотландией, либо Шотландия такая слабая была. Первая игра, дома, эмоции, полный стадион, играют в Шотландии. Да, перелет, я говорил ребятам, что лететь там очень долго, в Казахстан, на искусственном поле. И специалисты говорят, что шотландцы совершили одну ошибку, и как бы наши, они боялись, что наши тоже совершат. Они прилетели чуть ли не за три дня, чтобы адаптироваться, акклиматизироваться, и плюс адаптироваться к полю, значит, к искусственному. И местные магазинчики. Да, и они говорят, что тренировались постоянно на искусственном, и забили себе все мышцы, и, скорее всего, из-за этого, может, они и не бегали. Не, на самом деле, действительно, тоже мне пришлось поиграть, ну, не профессионально, а так на футбольных полях, да, когда вот на траве, на обычном, и выходишь на искусственное поле. Ну, вообще, просто другие группы выше сработают. Прости, Олег, мы в детстве играли на асфальте, на гариум поле, вон, на кукс-заводе, на этом, на металлурге. Да нет, никто не говорит, но когда играешь на хорошем поле, на нормальном, нет, там совсем другую расплату. Нет, конечно, конечно, говорят, что забились, но не знаю, это послужило, не это, может быть, Олег Парафонов. Это к вопросу про нашу группу, про ее силу, мы все-таки считали, что основная борьба у нас будет, может быть, все-таки со Шотландией. За второе место. Да, за второе место. За первым уже все, не боремся. Ну, все-таки, первое место в рейтинге FIFA у Бельгии, это уже, получается, на сегодняшний день самая сильная команда в мире. Да. И по составу, и по рейтингу. Да, и по игре, может быть, тоже. И по игре, да, давайте обсудим. А вспомните, когда мы обсуждали наш чемпионат мира, да, я ведь признаюсь, я ставил именно на Бельгию, что она выйдет в финал. Да, хоть они заняли третье место, да. У нас записано все, да. Да, хоть они заняли третье место, но я был уверен, что они все-таки пройдут в финал. Ну, и специалисты, Олег, вспомни, тоже все говорили, что в Бельгии будет открытие, да, там молодая команда, играющая. Да, но они все-таки попали на полуфинал на Францию. То есть, такой был матч двух просто сильнейших команд этого чемпионата. Я думаю, да, как раз вот чемпионство было вот как раз вот в этом матче между Бельгией и Францией. Если бы бельгийцы вышли бы, я думаю, что однозначно не стали чемпионатом, конечно. Ну что ж, давайте отдельно поговорим о матче, который открыл Евросезон для нашей сборной команды России. Это Бельгия-Россия, мы играли в гостях, и счет 3-1. Я сразу хотел бы спросить, отражает ли этот счет происходящее на стадионе, на поле? Я понимаю, что вот этот вопрос сразу чувствую, что мы должны сказать нет. С подвохом. С подвохом, да. Конечно, нет, потому что счет должен был быть крупнее. Нет, точно не крупнее, но, скажем так, может быть, ближе Россия заслуживала ничьей, чем такого... Чем Бельгия-Победы? Ну, чем Бельгия-Победы. Если бы, скажем так, Черчесов, может быть, не поставил бы там нескольких игроков, как мне кажется, которые провалили... А не было пенальти на последней минуте. Нет, не обязательно. Я думаю, этот матч провалил как раз не Набабкин, а этот матч провалил абсолютно Юрий Жирков. Вместе с левым флангом. Он просто сыграл ниже своих возможностей. И смысл там... Пеналь плюс. Головин, парень темпераментный такой. Он, естественно, создавал, пытался что-то делать. И нарвался на карточки. А не кажется ли вам, что... И даже мы с Сережей поспорили, да, Сережей поспорили. Он сразу написал в группе, говорит, что он получит второе. Я ему говорю, нет, не получит. Он более дисциплинированно чем балал. Кто, как он написал это? Знаешь, почему я написал? Я расскажу, почему я написал. Я не просто так, дурачка. Я вам говорил, что я смотрю матчи французского чемпионата. И вот Головин играет точно так же. Он же там уже получал и желтые, и красные карточки у него там есть. Он пропускал, и дисклификации были. То есть он играет немножко безбашенно, конечно. Вот когда идут стыки, он создает суету. Он с ССК так же играл. Да, он немножко понимаешь, как-то это... Ну, может быть, это по молодости, да. Сейчас остепенится, может быть, будет уже опыт какой-то. Когда он остепенится, он уже будет играть за Носорогов. А, понял. Может быть, да. Это он заканчивает карьеру будет там. Илья, ты хотел что-то там добавить, да, вначале. Интересно начал. По поводу нашей сборной. Да, вот с Бельгии. С Бельгии. С Бельгии, с Бельгии. Вот такой вопрос. Да. Не мешал ли тот же Головин, если уж мы затронули эту тему, тому же Черышеву? Ведь по большому счету, как мне лично кажется, они слишком близко соприкасались на поле, и у Головина было меньше возможностей, шансов для того, чтобы... А это вопрос уже к тренеру, который неправильно... Чтобы взаимодействовать. Олег Павел, знаешь, почему он это спрашивает? Он второго матча, отталкивается от второго матча, что вот там была просторная Черышева. Ты видел? Он носился, этот фланг весь его был. Правильно. И они с дзюбой там начинали... Правильно, потому что схема была игры другой. Ну, давайте, какая у нас самая сильная линия в сборной на сегодняшний день? Самая сильная у нас линия в нашей сборной, это наши телезрители, который только что до нас дозвонился. Добрый вечер. А бы слабое звено. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да. Мне кажется, мы вполне могли сыграть ничью. Нет. Согласен с вами. Нет. Согласен, да. Согласен. Нельзя так играть. Ну, Жирков давно не игрок. После того, как он ушел из СССР, он пять лет просидел в ванной и на лавке. Не, а в Динамо он играл потом. А в Динамо он играл потом. Пока его там не приютил Зенит. А Динамо еще было у него. Перед Зенитом. Я знаю, были Анжи, была Динамо. А потом Зенит. Жирков давно не игрок в сборной, на мой взгляд. Ну, конечно, он играл 2008-м. И так, понимаешь, он играет? Метра двадцать пробежит вперед к воротам и пас назад. Ну, ему уже 35. Юрий Сергеевич, 35 лет. За всю игру раза три подаст на весы. И на этом вся его миссия заканчивается. В моем представлении. Он в клубах так играл. Он в сборной так играет. Зачем он его берет, я не понимаю. Ну, звездный час Юрия Жиркова был в 2008-м году. В 2005-м. Прошло уже... В 2005-м. В 2005-м. В 2005-м. И еще, мне не понравился Головин. Нельзя так играть. Его пригласили в сборную, чтобы он помог в сборной. А он что сделал? Есть такое. Две желтых? А зачем? Дрыгать ногами-то лежа. Сантриполя. Согласен. Сантриполя. Что они этого не знают, что он получит желтую карточку и его удалят в итоге за две. Ну, я не думаю, что Головин сломал игру. Уже в конец матча эта история произошла. Это же он не сломал игру. Это уже не влияло. Счет уже был... 3-1, мне кажется. Да, уже был 3-1. Так вот, если бы не было 11-метрового, я боюсь, что... Не боюсь, вернее, я думаю, что и третьего могло бы не быть. И вот эта 1-1 была бы нормальная игра. Да, согласен с вами. Согласен. И еще одно но, Олег. Ведь у нашей сборной было всего два дня. За два дня картифировать и нельзя. Ну, Черчевцев сказал. С Казахстаном уже... Ну, и команда не та, и уже наш настрой был совсем другой. И игра была другая. Отсюда и результат. Согласен. Да. Согласен. Но давайте все-таки, как говорится, положа руку на сердце, мы все-таки скажем о том, что против Бельгии мы все равно не выглядели бы ни фаворитами, ни равными, по крайней мере. Чтобы Бельгия победила. Не, ну, можно... Не, ну, чудо, конечно... Бельгия играла тоже дома, но у Бельгии тоже два дня. Ну, хотя она дома играла, согласен. Но они тоже собрались за два дня. Конечно. Тур закончился. В воскресенье. Не, ну, понятно, что Бельгинцы сильнее. Что говорим? Мы же сами все предсказывали. Кто сказал ничью только? Женя один. А все, конечно, сказали, что... Женя просто потому, что не специалист в области футбола, больше в гандболе как бы разбираются. Разбираются, конечно. Итак, честно, меня состав сборной России на матче с Бельгией удивил, но вот, я не знаю, я никогда в жизни не мог подумать, что такой будет состав. А кого, Олег? Не знаю. Женков-то вот ругаем, а его же взяли вынужденно, он же пригласил. А почему вынужденно? Поставил. Ну, что травмы многие... Ну, а Щенников? Ну, а может быть, тогда по-другому Щенников сыграть, да? Ну, я не знаю. Щенников левый защитник. Я не знаю, почему припочел Жиркову. Кудряшов левый защитник. Почему? Опять-таки. Мне кажется, здесь как раз тренерская ошибка была. И, естественно, вопросы большие к нашему вратарю Гильерме. Может быть, как-то он не подсказывал, может быть, еще что-то. Может, действительно было... Он сыграл на своем уровне, Женя. Может быть. Тогда надо было бы другого вратаря ставить. Если у нас, грубо говоря... Ну, смотри, исходим от того, что у нас вратарей сейчас ну, очень много, да, которого могут играть за сборную. Ну, тобой тот же самый вратарь Спартака, да? Ну, коли у нас Джики является... Селихов. Да, Селихов. То есть, коль Джики является, скажем так, для кого не секрет, это цемент, скажем так, да? Сейчас, да. Лидер, скажем так, центральной нашей обороны. Почему бы не поставить и вратаря Спартака? Ну, исходя из такой логики. Согласен. Ты знаешь, мне один вратарь сказал, говорит, ну, ты знаешь, что-то вратаря приедет. Он говорит, что Гильерме, он же до сих пор по-русски не говорит. А ты в футбол играл. Как этот вратарь стоит на последней линии, как он командует защитниками? Я не знаю, как локомотивинг командует. Ну, я думаю, что он знает, там, лево, право, португал, вырос. Но я тебе хочу сказать, что, допустим, вот, когда вот спрашивают игроков ЦСКА, которые сейчас играют, да, у того же Дивеева, да, говорят, как тебе удобно и комфортно? Говорит, мне настолько Игорь подсказывает, как, куда бежать. Вот я про это говорю. Он даже подсказывает, какой футболист, какой ногой бьет, и куда его надо увезти. Обязательно. А если только лево, право, это, ну, это очень тяжело. Поэтому я думаю, что здесь был бы Селихов, ну, может быть, из тех вратарей, которые взял Шумина. Ну, хотя бы русскоговорящий. Хотя бы, хотя бы Шумина мог бы поставить. То есть, я думаю, что... Согласен полностью, потому что, действительно, вот такой подсказ, он очень важен. Потому что, ну, не все у нас, да, там, с обеих ног, например. Да. И когда тот же вратарь или там еще, да, подсказывают защитнику, что уводи или там прикрывай правую его ногу, да, если он будет перекладывать налево, ну, пускай. Он с левой все равно не пробьет. Ему, ну, только главное ему там под правую. Или наоборот, под левую. Нет, давай уйти. Это не игра с Казахстаном. Игра с Бельгией у нас получилась вторым номером, правильно? То есть, было больше атак бельгийцев, да? То есть, нагрузка на защиту, на оборону, на вратаря была большая. И вот там вот именно надо было распоряжаться, как командовать обороной, чем с игрой, допустим, с Казахстаном. Там можно вообще молчать, мне кажется. Вратарь глухонемого выпустить. Почему я еще вспомнил про правую и левую ногу? Как мы забили свой мяч? Какой? Ну, мы, Бельгия, как забили? А, мы один забили, да. Один забили. Каким образом? Испугали вратаря. Нет, друзья мои, нет. Куртуа левша. А, да-да-да. И ему защитник отдал под правую ногу. И мы посмотрите, если посмотреть, он левый вроде замахнулся. Пытается. А ему надо уже правую, потому что левый уже здесь его... А правый он понимает, что не может. Вот эта вот секунда проходит, что ему уже пора, и хоть уже и правый власть. А Дюба бежит и орет, что задавлю. А я еще за Черышев следил. Ты помнишь, там в конце обсуждали, рисовали схемы всякие, как кто бежал. Он бежал практически от центра поля. Когда Дюба побежал пугать вратаря, а Черышев, откуда он это взял? Вот он с центра поля двигается, вот эта стрелочка. И он именно встает в ту точку, куда Куртуа отдает мяч. Не Куртуа, а мне кажется, Дюба как раз пастой выбил из... Нет, не, 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 Куртуа как-то замешивался. Дюба сзади был, как он мог отдать. Он сзади подталкил чуть его, а это... Куртуа отдал. Понимаешь, мне надо было оказаться в этой точке именно. И он как будто подбежал. И смотри, он оказался в той точке, и оказался под левой ногой мяч. То есть, настолько удобно было. Не каждый тоже из нашей профессиональной лиги. Чтобы вот так вот забить. Скажи, а почему? Отец, я читал интервью отца Дениса, который Дмитрий тренирует сейчас в Нижний Новгород. Раньше играл и в Динамо, и в Сарагосе, где он там в Испании. Он даже, по-моему, пару матчей за сборную сыграл. За сборную сыграл, да, несколько матчей. Он говорит, что вот он занимался, когда в Реале, в школе, он же в детской школе отдали. И вот именно там, и на удары, там физики практически, вот они занимаются, как бить, как играть. Потому что на технику больше. И вот это... А почему? У нас тесты Купера. Тесты Купера, да. Тесты Купера. Потому что, нет, там интересно играть, ты понимаешь, что... Поэтому я не знаю... Хотя Смолов тоже в интервью пишет, что я зря вернулся, надо было мне... Вот когда Динамо меня отправило в Голландию, надо было мне еще подольше там остаться. Каков процент, ты говоришь, играют увереннее, смелее. Каков процент потери на Бабкина? Да. Да почти нету, потому что он все посыл на Бабкина только назад и ближнему. Хотя Бабкин и первый матч, да, играл за сбор? Сколько он? Второй. Второй, да? Второй матч. Илья, подводим итог Бельгия-Россия. Да, ты хотел сказать. Ты хотел подвести итог. Все по делу. Мне кажется, что, во-первых, ну понятно, что все по делу. Бельгия играла, ну можно так сказать, не в полную силу, так играла спокойно, что называется, на классе. Мне кажется, что вызов Жиркова на этот матч был вызван тем, что пытался Черчесов навязать борьбу в центре поля. У Бельгии лучшая середина поля в мире. У сборной России середина поля лучшая в сборной России. Достаточно хороший центр. А Жирков крайне уже играл. Но все равно, мне кажется, что Жирков это тот футболист, который мог навязать вот этот какой-то кулачок, где-то создавать перегрузы вот на своем фланге. Какие-то остроты его мысли были создавать. Мысли? Как бы противовес Фернандсу, который он знал, что будут закрывать. И так оно и получилось. Пять человек или семь не было в основе Бельгии. У нас тоже были. Не было. Не, господи, рыженький мальчик. Там они не берут Найн Голлана в сборную. Могут себе позволить не брать очень сильных футболистов. И все равно, ну такое поколение выросло. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Это Владимир Болещик-Динамов. О, Владимир, приветствую. Давно не было. Да, я очень рад вас видеть. Знаете, ребята, я снимаю шляпу перед вашей программой, потому что ваша любовь к отечественному футболу, она почему-то, глядя на нее, я вспоминаю статуи из Библии. Сильнее, чем смерть, любовь. То есть, сколько уже умирает наш отечественный футбол, это, наверное, футболу такого не дано. Так, и все равно он никак не умрет. Вы знаете, вот в отношении наших игр, вот Олег помелькнул, когда же команда была настоящей, я думаю, что она была настоящей и одинаковой и там, и там. Просто команды были разные. Да. Бельгия и Казахстан. Да, и сам стал более раздуматься. Я разделяю, Олег, все-таки ваше отношение. И, по-моему, Сережа сказал, мне кажется, счет не по игре в том смысле, что Бельгия могла забить больше. Согласен. А не наша сыграть ничью. Вот мне так видится. Согласен. И, знаете, ребята, вот не знаю, может быть, глядя на ваши передачи, я удержусь от окончательного такого депрессивного отношения к нашему футболу, но я почему-то вспоминаю, закончу еще одной цитатой уже из «Мастера и Маргариты». Когда, помните, бездомный встречается с мастером, и тот его спрашивает, вы кто? Бездомный говорит, я поэт. Мастер сразу, как же мне не повезло. Бездомный, а что, вам мои стихи не нравятся? Мастеру очень не нравятся. Бездомный, а вы их читали? Я тот не читал. А как же вы говорите? И тот говорит, ну что, разве я других не читал? Бездомный, ну, мастер ему говорит, ну, ладно, почитайте хотя бы одно, вдруг чудо, вдруг я услышу настоящие стихи. Бездомный подумал и говорит, да нет, плохие у меня стихи. Мастер говорит, и не пишите больше никогда. Вот бездомный не стал писать, а вот наши, к сожалению, играют. Спасибо за такую аллегорию, связанную, да, с поэтом Бездомный, нашей сборной. Звоните почаще, нам всегда приятно. Про динамику говорим. Но наш оптимизм, это не только, как сказать, эфемерные чувства. У нас была следующая игра. Казахстан, Россия 4-0. Сейчас не только я, но и все наши болельщики увидят это на своих экранах. Порождает оптимизм или что? О, Илья. Породила оптимизм и игра с Бельгией, потому что Россия играла с первым номером рейтинга. Играла, если все-таки раньше, как мне кажется, сборная России так прижималась и как-то заведомо становилось с первых минут понятно, что Россия или проиграет, или какой-то, ну, совсем ничего не будет получаться. Сейчас я не согласен, что российский футбол совсем уж умирает. Есть целый ряд интересных футболистов и целый ряд молодых футболистов, которых непонятно, что из них вырастет. Это вполне возможно, что что-то серьезное. Есть такие футболисты, как Черышев, Головин, Ахметов. То есть, ну, посмотрите, какая середина поля. С такой середины поля можно развиваться и добиваться успеха. Так что... А ты вспомни, Олег, когда была смена поколения, да, вот ты даже, мне кажется, сказал на передаче, говорит, а кто придет-то, посмотри. Вот сейчас уходит, там много защитная линия, да, вот армейская уходит. Ну, потом позже Акинфеев ушел, нападение там, да, менялось. Ну, практически вся команда обновлялась, да. Олег говорит, а кто, нету никого. Я же тебе говорю, ну, подожди, как нету никого. Кто-то всплывет у нас, есть же какие-то резервы-то. Вот они всплывают. А Володе я хотел сказать тоже стихами. Мне странно просто слышать от болельщика «Динамо», а то, что верить, не верить, понимаешь, это как в «Динамо». Про «Динамо» можно сказать, «Динамо» особенная стадия, «Динамо» можно только верить, да. Потому что более таких страдающих болельщиков, чем у «Динамо», найти трудно. Которые переживают свою команду, продолжают ее любить и до конца будут, я думаю… И верить, главное. И верить, да, и до конца, да. Ну, это как родину, как маму, как один клуб выбираем. Ты мне сейчас что-то навеял в такую историю. Если вспомнить, кто у нас становился чемпионом Советского Союза из команд, которые сейчас играют в России. У нас получается, да, ну, «Спартак», «ССК», как бы, все понятно, да, «Зенит». Они все становились чемпионами Советского Союза и чемпионами России. Чемпионами России. И «Динамо», по-моему, если мне память не изменяет, единственный клуб, который еще, ну, кто играет сейчас в России, единственный клуб, кто еще не стал чемпионом России. Будущее неоднократно… 11-ти кратными чемпионами Советского Союза. Нет, по-моему, и 9-ти кратными. 11-ти кратный чемпион, ну, ты мне будешь рассказывать. Одиннадцатикратный чемпион СССР и шестикратный обладатель кубка. А, это шесть, да, а, еще вот мы седьмой в России стали, в 1925 году. Друзья мои, переходим в Казахстан, Россия. Можно я с вами продолжу? 0-4, давай, поехали. Я с Ильей соглашусь и с Женей, он меня поддержит попозже сейчас. Немножко другая действительно команда вышла. Женя, мы начали уже это говорить, что был простор для Черышева, он творил, что хотел. Может быть, действительно, и казахстанцы ему давали такую возможность. И мы увидели такую звездную связку Дзюба-Черышев, да, которая действительно научилась понимать друг друга, какие они пасы друг другу отдавали, не жалели там отдать пас, потому что Дзюба хотел, я видел, ну, все видели, что он очень хотел забить. И тут Черыш ему такой прям на блюдечке, на, забивай, пожалуйста, спасибо тебе за свое. А пас с такой блюдечкой, мне кажется, и я забил бы. Ну ладно, ну тоже. А пас отдал этот пас, там лучше. Есть футболисты, Олег, из лучших позиций бажут перед пустыми воротами. Ну это бывает такое. Ну какой пас замечательный, Ахметов отдал на Черышев. Не, вообще Ахметов молодец, да, удивил просто. Как вы его ругали, я помню, армейцы сидели тут, вот Ахметов там такой. Я никогда не ругал. Это я, это я, я принимаю на себя это туда, но я и сейчас. Не поменял свое мнение? Нет, не поменял. Нет, я всегда говорил, и не помню, говорил в этом эфире, но, да, как говорят, Месси футбольный бог поцеловал, а может быть и не только футбольный, но и сам, как говорится. А Ахметова, вот, к сожалению, нет. Нет. Я не согласен, ты еще видишь, мальчик вырастет в нормального, хорошего мужчину и хорошего футболиста. Это сто процентов я тебе говорю. А я никогда не ошибаюсь практически. Ну, только если со счетом. Нет, на самом деле, говорю, что мы вот с Казахстаном стали играть немножко, скажем так, в более свободный, открытый футбол, нежели играли с бельгей. Соперник позволял, согласен, поэтому, когда мы говорим о том, что Черышев и Дюба играли вместе, совместно и было лучше, как бы, потому что, естественно, у них было больше пространства. Пространства, да. Потому что, когда они прижимались к центру, им было сложнее. Плюс они уже второй матч сыгрались. Ты хотел, скажи, да, про состав скажи мне. Слушай, я, может быть, даже бы поставил сначала не Дюба, а поставил сначала Чалова, который Чалов мне тоже понравился. Он выше Чалов выходил. Первые десять минут, он вообще, мне кажется, не знал. Что делать? Ну, естественно. Зато в втором такую передачу отдал, и взяли люди, загубили. Ты хотел про состав сказать. Ну, про состав, нет, я про состав сказал, что он был, скажем так, может быть, мы играли первый матч с пятью защитниками, да, грубо говоря, потом три и два играли. Или три и один вообще мы играли. Там пять, может быть, там четыре и один играли. Но ты считаешь, что этот состав, вот это более... Вот это более атакующий, мне кажется, он более, скажем так... Если бы мы еще и Сан-Марина будем играть с пятью защитниками, пять-три-один, тогда совсем уже не знаю. Единственное, что, может быть, знаешь, что-то мне не понравилось вообще в обоих матчах, это наш левый фланг. Я не знаю, почему вот не Миранчук, Миранчук выпадал. А, полузащитник, Миранчук мертвый. Просто выпадал. Мне в первом матче выпадал, я уже сказал, Жирков, да, вот эта линия вся с левой стороны, все в основном складывалось. А Газинский, Газинский, сколько ошибок, вот тоже совершил, очень много ошибок. Нет, многие сыграли очень хорошо, но брака действительно было. Газинский очень много. Хотя он и в этом тоже, мне кажется, он сейчас до замены даже. Он играет в основе сейчас? Кто, Газинский? В Коснодаре, да. Да, играет. Илья, такой вопрос. Понятно, были футболисты, которые играли и в одной игре, и во второй игре. По разным причинам состав был разный. Но были игроки, которые играли весь матч и там, и там, и так далее. Это Фернандес, Джики, да, тот же Дзюба, Черышев. То есть, можно сказать, что именно вот это вот костяк, а все остальное, это вот пристройки в зависимости от соперника, в зависимости от необходимости результата и так далее. Не знаю, сложно мне назвать, что это костяк, вокруг которых будет строиться сборная. Мне кажется, победа такая крупная над Казахстаном связана с другим. Вот многие говорили о том, что не повезло России сожребием, что первым матчем сразу Бельгия. Лучше было бы наоборот. Хотиться, да. А на самом деле, любой спортсмен, по крайней мере, мне так казалось, когда я играл, что когда ты играешь с сильным соперником, то второй матч с более слабым соперником, ты вообще летишь. То есть, это как бегун, который с утяжелителями бегает, а потом он их снимает и вылетает. Так же самое с Бельгией. Сборная Россия ведь здорово настроилась. И были все собраны, как на чемпионате мира, даже было похоже на эти матчи. И, в общем-то, неплохо играли. Неплохо, неплохо. И с Казахстаном просто такая легкость появилась, потому что много свободы, что-то не сложилось в том матче, какая-то злость. Ну и класс, который превосходил Казахстан, так же, как Бельгия превосходит сборную России. И просто полетели. Ну и какие голы. Давайте просто видим одинаковые голы, по сути. Что там в обороне Казахстана, ее просто нет. А зато есть звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Да. Олег, команды разные. Конечно. Бельгийцы нам не давали играть, как мы хотели. Конечно. Они сами навязывали нам игру, мы же играли вторым номером. Да. А Казахстан совсем другая игра. Они не могут играть так, как играют бельгийцы. К сожалению, так. Поэтому тут мы навязывали игру. Ведь мы играем так, как нам позволяет соперник. А после матча Казахстан-Шотландия, не было ли желания, ого-го, они 3-0 Шотландию прикрыли? Было. 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 Удивительно. Ну, по-моему, это вообще первый раз в истории, чтобы Казахстан победил Шотландию. Но, правда, они и не встречались, по-моему. Это вообще первый раз в истории, хотя бы они не встречались, да. Вот. Ну, все равно Шотландия есть Шотландия. Меня удивил этот результат 0-3. Они нас пощипают, это точно. Кто? В Шотландии. В Шотландии. Там, в Шотландии. Нет, ну там-то могут. Так что вот так, как команды нам давали играть, так мы играли. А с Казахстаном мы играли раскрепощенные. Казахстан нам давал играть в такую игру. Да, да. Мы забивали удачные голы, и все. Почти весь все проходило, вы посмотрите. Да. Что ни прорыв, то... Ну да, там моментов можно... У ворот соперника, и, как правило, мы забивали мячи. Что бывает тоже крайне редко. Мы можем создать 10 моментов, и ни одного не забить. Такое у нас тоже бывало. Ну а вспомните матч с Португалией. Они 7 раз ударили по воротам, и все 7 мячей залетело. Не, ну чиро шифон в углу. Я помню тот матч. На чемпионате мира выручил сколько. Спасибо. Спасибо. Олег, а можно добавить еще к этой игре? Ведь Казахстаном, в общем-то, произошла обратная история. Ведь мы все ждали, что Казахстан закроется. Правильно Юрий Сергеевич говорит, что Казахстан играл в футбол. Он не стал отсиживаться в обороне, дал простор. То есть после Шотландии они подумали, что... Вот сейчас мы, может быть, еще и с Россией сыграем в футбол. То есть у нас такие немножко поймали, такую звездочку, можно сказать. И были наказаны, потому что понятно, что Россия в открытый футбол просто намного сильнее. Быстрее, да, сильнее. Еще вопросик. Согласен. Как вы считаете, если бы Головина не удалили бы в первом матче, поставили бы... Играл бы он в втором матче? Да, потому что... Играл. Я думаю, да, играл. Головина сегодняшний день лучше футболиста. То есть он уже 100% игрок основного состава. Да, конечно. Он всегда будет ставить его в основу. Вот, ну так возвращаясь к моему вопросу, да, все-таки, Жень, костяк есть, а все остальное... Ну, по-разному называют, там, да, гарнир называют... Ну, нет, ну, тогда будут все здоровы. На Бабкин и все остальные. На Бабкин ты легенду нашу не трогаешь. Нет, на Бабкин никогда и не было легенды. Легенда ЦСКА ты чего? Ну, помню. Легенда ЦСКА, поэтому не надо. Вот, нет, ну, что ты сейчас считаешь костяком? Два матча, сыгранных одним и тем же, грубо говоря, составом? Далеко, вообще абсолютно разные составы. Ну, нет, я говорю, ну, а какие костяки? Да он будет меняться, будет, конечно. Сейчас, говорю, будут поздоравливать люди. Без Бабкина сборный может играть? Может. Без Кудряшова сможет? Может. Без Жиркова может? Может. А без Фернандеса? Хочешь, я тебе скажу одну вещь? Не Фернандеса, понятно. А без Джики? Нет, хочешь, я тебе скажу одну вещь? Да. Можно говорить любую команду. Я тебе скажу одну вещь, только ты не обижайся. Не обижайся. Просто возьмем, допустим, на то же пример ЦСКА. Мы все говорили, о, уйдет Вагнер Алав, совсем, кто будет забивать? Нашлись люди. Уйдет Головин, кто будет играть? Не нашлись, а купили. Ну, какая разница. Как это? В сборной России купили. Кого ты купишь? В сборной России как раз нашлось будет. Фернандеса и Гильяна купили. Натурализовать можем. Да, это да. Ари. Ну, человек должен пять лет прожить. А ты слышал, что, да, сказал? В отличие от нашего телезрителя, который может даже пять минут посмотреть нашу программу и сразу дозвониться. Добрый вечер. Да, ребята, это опять Динамовский клуб на линии. Да, вы заряжаетесь своим оптимизмом светлым. Сережа, я перекинусь с тобой еще парой фраз. Да, твоя цитата насчет веры, она хороша. Ну, а я тогда уж по отношению к нашей сборной, да, цитату из Воскресения, из Никольского, да, она не совсем про веру, но по дороге разочарования снова очарованный пойду. Так что будем очаровываться дальше. Либо я сам из тех, кто спрятался за дверь. Ну, да, да. Так, ну, нет, лучше, что мог идти, но дальше не идет. Это прям почти по сборной. Да, да, только с чем они из-за этой двери выходят, вот мне тоже интересно. Ну, ладно, ребята, спасибо. Спасибо. Как раз затронули тему, действительно, я начал говорить, что у Черчесова сейчас есть палочка-выручалочка, да, которая его выручала на чемпионате мира. То есть, помни, сколько вытаскивали матч за счет, допустим, что Черышев забивал, да. Хотя он, он же по чуть-чуть, он не вводил его состав. Что-то, то ли не верил, то ли как кто-то, но... Первый матч, он даже вообще, если бы не травма Забоева, если бы память не изменяет. Он же вышел где-то в тридцать вторую, нет, в двадцать седьмой какой-нибудь. Ну, где-то вышел, да, и он же забил. Сейчас это не его агент, Сережа. А, все, понял тогда. Все, вопросов нет. Друзья мои, помните, мы перед передачей говорили? Нет, еще один момент, хотел бы по поводу трансфера и прочего. Сейчас же, может, скажем так, скандал намечается со сборной Украины. Не будем политику сюда и... Ну, и Украина, и Казахстан тоже. Да, что ввели игрока, который, скажем так, принял гражданство и на следующий день уже выступал за... Ну, это УЕФА будет решать. Поэтому, может быть, и Лишат. Там даже ФИФА, по-моему, будет решать. Вот какая-то тоже такая неприятная ситуация. А еще один момент, скажите, пожалуйста, какая самая везучая и непредсказуемая команда из всех вот этого буршного турб? Нет. Люксембург. Люксембург. Он идет выше, чем Португалия. Чемпионы Европы. Украина спаслась. Действующие. Действующие. Украина спаслась тоже в последнем матче. А так было бы четыре очка. На 93-й минуте они забили с Лихтенштейном. Я же по-тому и говорю, что Лихтенштейн занимает второе место в группе. Ты путаешь Лихтенштейн с Люксембург. Нет, с Люксембург. Надо путать. Олег, про костяк. Можно по слову или вашему мнению, если вы позволите? Какие две фамилии, на ваш взгляд, могут появиться в сборной в ближайшее время? Дивеев. Так. Есть такое. Ну ты из армейских может... Нет, почему? Как центральный защитник, если он так же будет играть, он обязательно в связке с Лихтенштейн. А в организации атакующей игры, Олег, есть у тебя кандидаты какие-нибудь? В линию именно атаки? Да. Нападающего. Нападающего. Например. Чистого нападающего? Нет, в России нет нападающего. А как вам такие два интересных, может быть, самые два интересных молодых футболиста, как Игнатьев и Шапи из Краснодара? Да, что Шапи не может отступать. Как? Как это не? Ну потому что он играет в сборную в Узбекистан. Он заигран уже, он забивает. Он сыграл за молодежную сборную России недавно. Нет, подождите, может быть мы их путаем с кем-то? С Шайдаевым, может быть. А, с Шайдаевым. Кто забил за Узбекистан последний? Не-не-не, Шапи точно россияне, он сыграл за молодежную сборную. Тогда я не знаю, почему его не взяли в первую сборную, потому что то, что он сейчас показывает, вот эти все его голы, там уже, по-моему, три или четыре мяча в последних трех играх, и какой он положил Вильериалу. Поздравить молодежку, молодежка 5-1 выиграла, и вот за 20 минут до конца матча при счете 2-1 вышел Динамовец Грулев, палочка в роте, который два мяча, ты я помнишь, говорю, за 20 минут на поле забил два мяча. Вот, он вышел до 20 минут и забил, сделал хэт-трик, парень. Это я написал даже, говорю, вот звоночек Хохлову, ну как рановато? Ну как рановато, ребят, ну, сейчас забил хэт-трик. Сколько лет тому? А, 19 лет. Сразу, он еще даже в Динамо, он даже не разу в Динамо. Он уже играл? Уже играл полный, Вагнер. Ты что? Ты что, Олег? 18 лет играл, да, нападающим? Ну хватит, Евгений, ну, не выдавайте хотя бы перед телезрителями историю незнания. А когда, Олег? Надо молодежку, конечно. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась после двух туров. И в этой турнирной таблице очень и очень все интересно. Смотрите, Бельгия, все понятно. Шесть очков, две победы. И пускай эти победы были достигнуты... С славными соперниками. С славными соперниками, да. Россия, Казахстан, Кипр и Шотландия имеют по три очка. Каждый выигрывал у каждого. И еще вдобавок и у Сан-Марина, который занимает последнее место. Ну и сейчас давайте сразу посмотрим, а кто же и с кем же мы будем играть следующие два тура. Итак, 8 июня, да, летом Россия встречается с Сан-Марина. И 11 июня мы встречаемся дома с Кипром. У нас получилось два на выезде матча, теперь у нас два матча дома. Сан-Марина, Кипр. Скажу так. Шесть очков, прилетает? Черчесов, надо сказать, что выпускал носорогов. Играть с такими командами, как Сан-Марина. Но Кипр-то выиграл. Кипр-то да, Кипр еще... 5-0. Ну дома играем тоже не, ребят. Ну это шесть очков. То есть шесть очков? Конечно, да. Шесть очков должно быть. А дальше смысла нет, если ты будешь проигрывать Кипру или на ранах играть в Сан-Марину. Это смешно. И население как в Подольске, а то и меньше. Надо выигрывать эти два матча. В Сан-Маринах гораздо меньше. Я думаю, у них как вы видите... Опять же, ситуация, что у нас сначала слабый Сан-Марина, а потом сильный Кипр. Да, вот. А, да. Теперь наоборот, согласен с тобой, да. Теперь наоборот получается ситуация. Ну что ж, не так много времени остается. Мы обсудили... А выходные дни у нас? Да, выходные дни у нас уже впереди. Конечно, мы будем болеть за нашу сборную в июне. Кстати говоря, если мне память не изменяет, уже закончится у нас чемпионат, нет? Да, да. Уже закончится, да? То есть мы планомерно будем на базе две недели готовиться к этим матчам. Бедные футболисты играть в Сан-Маринах. Чего мы в играть про Маринах? Готовиться, да. И отпуск свой сократить, что называется, на две недели. Сократить свой отпуск. Ну и ничего, ребята, крепитесь, держитесь. Скоро лето. А выходные действительно у нас уже стартует 21-й тур, последняя треть чемпионата. И давайте посмотрим, какие команды с кем встречаются. Итак, Крылья Советов Арсенал. Интереснейший матч. Арсенал набрал ход, а уж какой ход набрали Крылья, то и сказать просто невозможно. В трех матчах 7 очков. Енисей Рубин, если Енисей дома проигрывает, он все, улетает в первую лигу. Да? Да. Центральный матч с уравни, всяких сомнений, Динамо-Локомотив. Если Динамо не отберет очки у Локомотива, то Динамо потеряет все возможности. Веру, даже веру потеряем. Не пугайся народу. Ахмат-Спартак. Тоже очень интересный матч в том, что в Грозном Спартаку всегда тяжело играется. И вообще, наверное, любой команде. Ростов-Урал. Ростов рвется в Еврокубки. Урал тоже, в общем-то, недалеко от заветной пятой строчки. Зенит-Оренбург. Оренбург в последнем туре отнял очки у Динамо. И Зенит, соответственно, у себя дома будет и их экзаменовать. ЦСКА Уфа. Уфа находится на предпоследнем месте. Но все равно будет тяжело. И то же самое, если Уфа проигрывает, то уже навряд ли они смогут за что-либо зацепиться. Ну и последний матч Краснодар-Анжи. Анжи у нас в зоне вылета. И Краснодар играет дома. Поэтому я думаю, что многие поставили бы именно на Краснодар. Ну что, Сереж, Динамо, Москва, Локомотив Москва. Продолжу традицию сегодняшней передачи. Потому что все говорят цитатами из фильмов, либо стихами, либо песнями. Я как из Маугли, волчонок тут, помнишь, он говорил. Такой маленький. Говорит, мы принимаем бой и падает. Короче, это про Динамо. Попробуем, не знаю, Олег. Ну что сможем, сделаем. Ну что ж, удачи. Евгений. Да, ну у нас действительно будет, мне кажется, тяжелейший матч. Даже несмотря на то, что команда... Не с Ахматом, а с Уфой. С Уфой. Вот, тяжелейший матч будет. Потому что команда, действительно, как ты сказал, грозит вылет. Поэтому она будет бодаться. Тренер новый. Это симуляция. Тренер, да, это какой-то стимул. Да, Исейф, Вадим, да. Поэтому поедем и будем болеть и переживать за свою команду. Поедем, конечно же, не с тобой. Но армейцы выиграют, потому что Гончаренко тренировал в Уфу. Ее разберет ее, забрал всех лучших игроков оттуда. Ну да, 9-10 он сделал уже. Еще есть один интересный матч, на который можно смело ставить. Это «Зенит», «Аренбург», «Газпромовская дерби». Понятно. Ставим на «Аренбург». Ставим на «Аренбург». Ну что ж, друзья мои. Действительно, в эти выходные мы смотрим уже 21-й тур. Ну а в следующий вторник, в 2020, как всегда, встречаемся на телеканале «Видное ТВ» на самом лучшем телеканале и обсуждаем игру любимых команд. Ну а пока болеем за своих. Пока. До свидания. Всем доброго-будро-будро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова